Всем привет! С вами Ольга Черновна, я Огородная Азбука. Сегодня 13 сентября. Я еще летом рассказывала и показывала, что фирма Марс Гидро предоставила мне для выращивания и для оценки способности вот этой растительной палатки. Она мне прислала растительную палатку и в комплекте дали мне вот эту лампу. Я про нее показывала и говорила, что она мне поразила сразу вот своей яркостью. Смотреть на нее невозможно. Она глаза слепит. Ну и в принципе, если мы задумаемся, то так и должно быть, наверное, потому что зимой у нас солнца очень мало. И вот, например, для раннего выращивания рассады или для зимнего выращивания овощей вот в нашем сибирском регионе, ведь эта лампа должна полностью заменить солнечный свет, потому что особенно у нас в сибирском регионе солнца вообще почти не бывает. В 9-10 утра еще темно, а в 4 дня, полпятого, уже темно. И короткий очень световой день, и солнце, особенно вот когда бури, метели там, ураганы всякие снежные в юге, солнца нет. Поэтому лампа должна быть мощная. Но так как я никогда не видела таких ламп, я же, кто смотрел меня много лет, я всегда на простых лампах дневного света, ну, такие тоненькие, беленькие выращивала. Но это есть выражение, что слаще морковки ничего не кушала. Когда я ее увидела, я была так поражена, она прям как прожектор, такой яркий. И вот сейчас я ее, когда включаю, хочется глаза закрыть. Но про все про это, и про палатку, и про лампу, я снимала подробное видео. И когда сейчас я начинаю выкладывать видео про эту палатку, все спрашивают, а где вы ее брали, что это за палатка. Я вот сейчас специально покажу ссылки на те видео, которые я уже снимала. И они будут расположены в описании к этому видео. Чтобы все мне сначала не рассказывать, как я ее собирала, из чего она состоит, все ее свойства, вот эти вот многослойные, для чего эти всякие карманы, дырки, посмотрите предыдущее видео. Вот сейчас пройдем по ссылкам, и я вам покажу. Вот все эти ссылки на видео о вот этой палатке, о лампе, вот как пришла, как я ее распечатывала, из чего она состоит, я подробно рассказала. Потом я, когда подбирала сорта, потом посеяла, потом первые плюсы, потом про неудачи, и про первые всходы в зимнем огороде. Вы видели, что там, где я сижу, у меня уже растет салат, у меня там редиска, помидорка. Все вот эти ссылочки будут в описании к сегодняшнему видео. И какая тема вас интересует, а то мне задают вопросы, а мне печатать просто некогда. Кто хочет, например, узнать, что это за палатка, вот все подробности посмотрите в видео, и там есть еще ссылка на сайт, где можно посмотреть и цену, и все остальное. Вот я показала ссылки и все предыдущие видео. Я, как обещала, очень-очень подробно, прям пошагово все показываю. Но вот в процессе, когда я начинаю выкладывать эти видео и рассказывать, я очень часто читаю комментарии, что, конечно, безусловно, многие хотели бы иметь и вот этот вот сказочный космический шатер, вот эту растительную палатку, и такую вот лампу, которая светом с ног сбивает. Но многие пишут, что низкий доход и заработные платы, и пенсии не позволяет приобрести вот такие товары дорогостоящие. Остается только мечтать. Но сейчас, сегодня я хочу вам сказать, что, оказывается, иногда мечты сбываются. И это именно вот тот случай, о котором я сегодня хочу рассказать. Когда я написала производителю, ну вот, на фирму Марс Гидро, ну и так, честно, написала, что, да, конечно, у вас товар хороший, все, всем нравится, но немногие могут приобрести. Ну, рассказала о таких настроениях моих зрителей. И вот мне пришел ответ, я очень удивилась и очень обрадовалась. Пришел ответ, и они сказали, что одну лампу они могут подарить кому-нибудь из моих зрителей, кому она сильно нужна, кто активный, кто часто заходит ко мне на канал. И я была так рада этой новости, что еще один человек получит совершенно бесплатно вот эту современную светодиодную лампу для выращивания хоть рассады, хоть вот этой вот зелени зимней. Вот сейчас до того, как у меня здесь появятся помидоры, я еще успею сейчас вот салат посеяла, редиску. Я потом расскажу, что можно вырастить. Для выращивания рассады, для выращивания овощей полного цикла. То есть можно помидор посадить и вырастить полностью до урожая. Но обо всем я этом говорила уже, что можно вырастить хоть что. И вот один счастливчик получит эту лампу совершенно бесплатно, не отдавая ни копейки денег. А между прочим, стоимость-то у нее довольно-таки высокая. Мы сейчас опять же по ссылке пройдем на сайт, где можно посмотреть полностью характеристики этой лампы. И каждый человек сейчас должен посмотреть, что это за лампа, что это за чудо такое, почему она так дорого стоит. Ведь вот простые вот такие лампочки, которыми я делаю подсветку, они вот, например, очень дешевые. Но если не иметь в виду фитолампы. Сейчас вот опять пройдем по ссылке и посмотрим, что это за чудо-лампа такая, что на нее смотреть аж нельзя. Опять же в описании к этому видео будет вот такая вот ссылка. Вот эта ссылка, я помечу, что это ссылка на саму лампу, где можно посмотреть. Единственное условие, ну, что победителем должен быть житель российского региона, потому что за границу никто ее высылать не будет. Это очень хлопотно, растаможкой заниматься. Ну, короче, там связано с таможней только российский регион. Сейчас я открою ссылку и мы посмотрим эту чудо-лампу. Но мне эта лампа очень нравится. Вот пройдя по этой ссылке, я открыла и я вижу. Вот она эта лампа, сейчас мы ее будем смотреть. Смотрите, это Алиэкспресс. И тут вот есть и другие, конечно, лампы. Ой, блин, выскакивают всякие. Есть и поменьше и подешевле, но именно эта лампа, она указана, что стоимость от 1299 и до 300 долларов. Именно вот эта лампа, о которой у нас идет речь, вот эта квадратная, как у меня прям не тонкая вытянутая, как трубочка, а вот такая. Они очень дорогие. Я посчитала, даже самая маленькая цена 129, ну, не знаю, сколько долларов, ну, примерно 8 или 9 тысяч рублей она стоит. Это очень дорогая лампа. И когда мы смотрим, и вот у меня тоже такая мода. Ой, дорогущая какая. А мы же не задумываемся, из чего эта дороговизна состоит. Вот видите, они есть разные. Я не знаю, какая будет размер, или квадратная, или вот такая продолговатенькая. Ну, наверное, скорее всего, квадратная. Вот она, эта лампа во всей красе. И тут, кому интересно, кто понимает что-то в этом, я не понимаю, сразу скажу. Тут описано и о спектре этой лампы, потому что есть же разные какие-то синие и красные там спектры. И что нужно, ну, короче, нужно растениям, когда что нужно. Но вот здесь я немножко пролистала. Здесь русских слов-то, конечно, мало, больше всего они русские. Но тут написано низкое энергопотребление, повышение эффективности для повышения урожайности. И вот они, они, наши красотушки. Смотрите, я тут первый раз увидела, что можно, оказывается, выращивать не в ведре, а, видите, вот какие-то сумочки с мягкими лямочками, вероятно, это из какого-то, из ткани, из материала. Для меня это было тоже новинкой. Вот таких сумочек-то можно нашить хоть сколько. Потом раз их выстрел, положил в шкаф. Очень удобно. Я уже на пластмассовых ведрах разорилась. Уже в этом году на зиму накупила опять пластмассовых ведер. Смотрите, какая красота. Мне очень нравятся картинки такие рассматривать. И мечтать, что у меня тоже вырастет зимой вот такая помидорка, вся увешанная плодами. Сначала она будет вот такая крошечка, потом я ее распикирую, потом она листики расправит, потом она станет такая, потом вырастет первые плоды, а потом она будет вся увешана. Но это, конечно, мечты. Но мечтать-то полезно. Вот видите, многие люди мечтали о такой лампе. И сейчас у кого-то эта мечта сбудется. И тут все можно прочитать. Какая-то вот светодиодный модуль, полный спектр, белый и красный, алюминиевый дизайн капюшона. Ну, кто понимает, а кто интересуется, он посмотрит. Если честно, я ничего не понимаю ни в этих спектрах. Мне она светит очень хорошо и мне нравится. Мне нравится, что растениям нравится. Тут вот все про нее подробности. Видите, она какая красивая. А, кстати, вот смотрите, вот три ведра черных и растут в них помидорки. Я ведь тоже сбегала в магазин, глядя вот на эти картинки, купила себе в точно таких же несколько черных ведер. Я вам потом позже в следующем видео покажу. Мне как-то это все кажется, что если ведерки будут такие, все будет такое, значит и вот результат будет вот такой же. Ну, как лампа такая, ведра такие, значит и помидоры должны вырасти такие. Так. Тут. Короче, я дальше листать не буду. Тут показано и как какие-то все технические там. Написано лучше, чем другой свет. Высокая урожайность. Меньше. Минимальная жара. Так. Ну, тут. Входная мощность. Это для меня вообще темный лес. В лес входное напряжение. И все подробности. Ну, я думаю, что тот, кто ее выиграет и тот, кто ее получит бесплатно вот от этой фирмы Mars Hydro, ему будет, наверное, все равно, какая входная мощность. Она работает, она красивая, она качественная, она сертифицированная. И тут я прочитала отзывы людей, хотя я сильно не верю вот в такие отзывы людей, потому что если кому нужно, они могут отзывы хоть какие написать у себя на сайте. Ну, самое главное, что лампу получите, получите бесплатно. И я думаю, что это не самый худший вариант, а один из лучших вариантов для выращивания растений. Ну, вот она и моя красавица. Сейчас покажу во всей красе. Вот та же самая, видите, Mars Hydro, фирменный знак. Вот это, наверное, и есть тот самый алюминиевый капюшон, который написано. Сроду не знала, что его называют капюшоном. И у меня она работает хорошо. Еще хочу сказать, что она убавляется. Я сначала сделала поменьше мощность, мне муж там регулирует, потом попросила его чуть-чуть прибавить. Потому что для зимнего выращивания большое количество света это самый важный фактор. Вот смотрите, в этом году чудо посеяло эту горчицу, какую-то ажурную салатную. Смотрите, какая красота. Вот это импортный у меня, а вот это у меня, который я говорила, салат московский парниковый, который наш еще с советских времен. Самый-самый-самый простейший. Он лучше всего растет. И вот хотела вам как раз, кстати, показать. Смотрите, вот эти импорты, они немножко повытягиваются. Из-за того, что они начали вытягиваться, только поэтому я и прибавила там мощность. Зато вот этот парниковый, который специально изначально выводился для выращивания в зимних условиях, смотрите, он вообще не вытягивается. Он коренастый. Он уже выкинул настоящий лист. И он растет с такой скоростью, что его можно за зиму прям несколько раз вырастить. Но я-то для чего посадила здесь салат? Для того, чтобы он здесь у меня успел вырасти, пока нет помидорок здесь. Помидорки же я только к Новому году хочу получить. И вот пока здесь занимают пространство вот эта красота. Сейчас обсудим самое главное. Как же, кто будет тот счастливчик, который получит эту дорогущую, современную, эффективную лампу. Как, какие усилия нужно приложить, чтобы получить такой дорогой приз. Сейчас я залезу в свою кибитку, в этот шатер, и расскажу вам все подробно. А оказывается делать ничего такого особенного для того, чтобы получить эту лампу, и не нужно. Производитель выставляет такие условия простые. Просто вот под этим видео вы должны написать комментарий свой. Ну, конечно, они ждут положительных комментариев о том, чтобы люди написали, что лампа хорошая, она мне нравится. И поставить значок, мне нравится. Ну, вот это, наверное, и называется лайк. Я потому что, если честно, я даже на ютубе, вот на этом канале, я не очень технически грамотна, я всегда в этом признаюсь. Я и до конца не знаю, что такое лайк. Это, наверное, вот эта рука с пальчиком, это лайк. Но написано так, что написать комментарий и поставить значок мне нравится. И, конечно, у кого будет больше комментариев, у кого будет больше значков этих лайков, тот и будет победитель. То есть, меня попросили выявить самого активного зрителя вот этого видео про лампу. Сразу скажу, что меня немножко пугает перспектива считать вот эти потом. А, но они сказали, что вы сами потом посчитаете, сами определите победителя. Будет это выглядеть так. Вот сегодня 13 число. Я сейчас смонтирую, соединю все эти кусочки. Там, где я ходила в другую комнату, ссылки вам показывала. Вот эти, эти все слеплю и выложу. Сегодня 13 число. И ровно 10 дней это видео будет показываться. Люди будут смотреть. И все эти 10 дней можно писать комментарии, ставить лайки. И даже если вы вчера писали, ставили лайк, вы можете еще раз поставить, еще раз, и еще раз. И в день по 5 раз, и по 10 раз. Я сразу говорю, что меня пугает очень перспектива подсчитывать потом эти лайки. Потому что я представляю, что есть же люди очень свободные, и у них много времени. И они могут написать комментариев очень много и лайков. Поэтому я сразу скажу, что 25-го, вот будет с 13-го по 25-го просмотры и лайки. А с 25-го я уже буду считать. Потому что я хочу в свой день рождения, у меня 29 сентября будет мой день рождения. Я хочу в свой день рождения, в такой, у меня тем более юбилей. У меня 60-летие, очень круглая дата, чрезмерно круглая дата. Я хочу в свое 60-летие сделать подарок в виде лампы. Хоть и подарок не от меня, но хочу хотя бы вот эту радостную новость сказать, объявить имя победителя. И считать, наверное, придется долго. Поэтому я себе срок дала от 25-го до 29-го сентября. Может быть, Катя мне поможет. Я не знаю, как это. Меня это немножко пугает. Я ни разу этим не занималась. Но вот Катерина у нас более молодая, современная. Она и говорит, что это практикуется очень часто у блогеров. Они разыгрывают какие-то призы, раздают там подарки. Я ни разу этим не занималась. Но вы понимаете, у меня специфика совсем другая. У меня совсем канал отличный от других. Потому что я многого делать, чего не умею. Больше сижу в огороде, чем вот за видеомонтажом. Или там вот эти вот какие-то игры со зрителями. Никогда не проводила. Ну раз предложили такой приз, я не могла пройти мимо этого. Я не могла отказать себе в удовольствии кому-то подарить вот эту вот прекрасную лампу. У меня прям сердце в груди забилось, что кому-то я вот эту лампу подарю. Я знаю, что она не моя. Я знаю, что здесь заслуги мои нет. Что это все производитель. Я прекрасно понимаю, что это и маркетинговый ход их. Что они осваивают новые рынки. Ну как бы то ни было. Если один человек получит, который мечтает иметь эту лампу, получит эту лампу и будет рад, будет счастлив, то это уже хорошо. Ну и пусть это реклама, ну и пусть это маркетинг. Ну человеку будет хорошо кому-то. И почаще бы были такие акции, я бы руками и ногами, вот если один раз хорошо получится, может быть еще когда-нибудь кто-нибудь нам что-нибудь предложит, предложит разыграть, подарить. Я с удовольствием возьмусь. Ну сразу говорю, делаю это впервые. И я почему-то думаю, предвижу, что обязательно будут какие-то недовольные, какие-то обиженные. Может быть кто-то подумает, что я как-то неправильно посчитала. Но опять же, как можно неправильно посчитать? Мы вместе с вами, прям могу в режиме вот видеосъемки, открыть этот потом видеоролик и посчитать все количество лайков. Я всегда за справедливость, за честные подсчеты буду считать по справедливости. И мне по идее, хоть это не очень красиво звучит, но мне все равно, кто получит эту лампу. Главное, чтобы человек очень этого хотел, чтобы он приложил какие-то хоть минимальные усилия. Но согласитесь со мной, это не очень сложно. Получить вот такую лампу только за то, что ты пишешь комментарии и ставишь лайки под видео. Все. Я буду закругляться. Я и так уже постаралась очень подробно все рассказать, так как для меня это все ново. Первый раз в первый класс. Вот первый розыгрыш у нас, ну такой хороший, серьезный приз. Это не авторучка, это не лоток для рассады, это все-таки лампа вот такая вот шикарная. Если бы я могла, я бы еще одну лампу такую себе приобрела. Но у нас, вы знаете, что у нас в магазине, я не знаю, они, наверное, не продаются, это надо выписывать. Ну не важно, мне все, много не надо, все не захватишь. Вот пусть вторая лампа будет у кого-то из зрителей. И потом можно будет не только у меня спрашивать, как ведет себя лампа, как растут растения под этой лампой. Но мы спросим и у еще более независимого, у зрителя, у которого будет эта лампа. И он нам тоже пусть выскажет свои. И будем сравнивать свои результаты. Может быть он даже что-то зимой тоже вырастет, как я. Все, до свидания. Сейчас, как только выйдет видео, начнется наш конкурс. Напомню, с 13 по 25 сентября. Потом я буду много дней считать лайки ваши. И 29 сентября, в свой день рождения, я назову имя счастливчика, которому поедет лампа. Забегая вперед, скажу сразу. Я не знаю, как она к вам поедет. Скорее всего, она оттуда, прямо от производителя. Нужно будет адрес давать, и они сразу отошлют. Потому что это очень неудобно. Если из Китая сначала мне, потом им, через транспортную компанию. Не знаю, как это будет. И будет нам главное сейчас выловить самого активного зрителя. Который очень хочет иметь вот такую лампу фирмы Марс Гидро. Все, до свидания еще раз. Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Только что я сняла видео о начале розыгрыша. В результате которого будет приз вот эта вот лампа светодиодная. Не это такая. А сейчас хочу рассказать, что можно посеять в зимнем огороде. Вы видите, что я здесь сижу уже обставлено лотками с зеленью. Тут же у меня вот еще остался лоток. Проверяла всхожесть семян томатов. Схожесть такая, что уже все в корнях. И мне теперь этих малышей даже жалко. Они так хотят жить. Можно было бы их раздать кому-то, кто будет выращивать. Но выращивать у нас никто не хочет зимой, потому что в сибирском регионе нет солнца. Опять же, все упирается вот в эти лампы. Нужно дополнительное освещение. Смотрите, что можно вырастить зимой. Раз вот у меня уж появилась такая палатка, конечно. Я до того, как буду выращивать рассаду в январе, я посажу помидоры, попробую полный цикл. Я посажу, мне вот тут посоветовали один огурец. Но до помидоры, еще пока есть время, я, конечно, посадила вот эту зелень. Сейчас я отсюда выйду и покажу вам, что я посадила уже и что планирую посадить еще. И я хочу заметить, что вот эти посадки можно делать не обязательно вот в этой растительной палатке. Такие простейшие посадки, как, например, лук, горчица, салат. Можно вполне сделать огород на подоконнике. Ну, как огород на окне.